Всех приветствую на своем канале. Данный влог будет посвящен тому, как я готовлю кушать. Поступил запрос в комментариях, но я решила сейчас записать, потому что появилась возможность плюс идея. Буду я готовить куриный супчик. Супчики я в основном варю с овсянкой. И в последнее время я что-то подсела на такие консервы. Мясо цыпленка, вообще раньше я к нему относилась так. Потому что подружка покупала их исключительно, чтобы покормить свою собачку. Вот обычно я покупала мясо цыпленка из пятерки. Кажется, красная цена или что-то там вроде. В этот раз я зашла в магнит, увидела вот это вот и решила его попробовать. Еще мне приспичило горошку. Я не знаю, смешиваются ли вот это вот с этим. Ну и, соответственно, вот с этим. Я думаю, его туда добавить. Скорее всего, у меня не всегда будет мой фейс видно в камеру. Ну и, наверное, кто-то был прав. Надо ставить фотик на штатив. Штатива у меня пока нет. Сейчас у меня фотик стоит на баррикаде. Вообще, в видеоблоге я как-то не очень понимаю, как снимать. Возможно, нужно про них сначала почитать. Ну и да, консервы я открывать не умею. Вот этой штукой. Чтобы мне открыть консервы вот этой штукой, мне надо сделать дырочку вот этим шилом. Шило делал дедушка. Я сейчас, наверное, попробую как-то это при вас вскрыть. В общем, начнем, пожалуй. Ну да, никогда не повторяйте за мной этот ужас. И вообще, я подозреваю, надо все-таки это как-то... Хотя, не знаю. В крайнем случае, я порежу видео. О, мне повезло. Я довольно быстро проткнула дырку. Дырка. Теперь я ее буду открывать. Если нам с вами повезет, то я ее открою довольно по кругу. Сейчас, пожалуй, я подойду к тому столу, чтобы не трясти. Вот так вот. Вот так вот. В общем, сила моя иссякла. Сейчас я это вскрою. Бля! Муж-то какой! Вот наша консерва. Кстати, воду уже надо вскипятить. Буду я варить свое счастье вот в этой кастрюльке. Ей 300 лет, столько не живут. Ну и, естественно, буду я варить на фильтрованной водичке. Подозреваю, что хватит. Так, чтобы я как-то с водой переборщила однажды. Вот тут у меня спички. Ну и пока наша водичка кипятится, скрою-ка я горошек. Тем же самым путем. Вот кто делает эти толстые банки. Чтоб он сам так же открывал. По-моему, железячка вот на этой хрени была намного коньше. О! Ну, наконец-то дырка готова. Я думаю, вы уже поняли, как я их открываю. Вот, вода у меня закипает. Вот это счастье я открыла вполне себе нормально, хотя дырку делала очень долго. Ну и сейчас я буду это все смешивать. Я думаю, как вы уже поняли, готовлю исключительно от болты и как все там по порядку, не всегда правильно кидаю. Вообще, я подозреваю, что это надо кидать в последнюю очередь, потому что она быстрого приготовления. Сейчас я попытаюсь эту мясную судьбу как-нибудь выложить. Ну, вообще, мне кажется, что, наверное, ее много будет. Кстати, в тарелочку. Блин. Все-таки иногда она правой, наверное, рукой. Не умею я готовить на камеру. Да и готовить, наверное, вообще. Хотя, если считать, что я это ем и еще живая, то вполне, наверное, она съедобна. Кстати, тут уже есть морковка. А я не очень в курсе, есть ли она у меня, поэтому я, пожалуй, не буду добавлять морковку, раз она тут уже есть. Лук я не ем. Тут даже есть лавровый листик. Хотя у меня растет лаврик. В общем, я думаю, что такого... Так. Вот такого количества мясика мне хватит. И сейчас его зафигачу в кастрюлю, где у меня кипит водичка. Вот мое месиво пока на этой стадии. Туриный суп из этого самого. Ну, кстати, морковь вполне ничего. Я ж, по-моему, покрупнее, чем в Пятерковской. Теперь положу-ка я сюда несколько ложек горошка, а потом заложу их в кастрюльку. Ну да, у меня уже начинается такой благородный тремор слегка. Я думаю, трех ложек горошка хватит. С пропорциями у меня иногда тоже проблемы. Я не знаю. Вот это видео. Видно, как я-то сейчас все зафигачу. Ну и остается у нас овсянка. Солить я когда солю, когда не солю, на самом деле. Она у меня уже открывалась. Потому что я уже варила на ней с ней сюльчик. У нас тут такой пакетик. Подозреваю, надо взять такую ложку. Вообще, куриный суп можно варить на нормальной курице, а не из консервы. На чем-нибудь там курином можно на грудке, мне кажется. Ну и добавлять туда морковку, если едите лучок, сольку, укропчик, петрушку и оценки немножко. Я думаю, вот этих, ну, можно сказать, одной с горкой и двух ложек. Ну, еще четырех, наверное, уже в столовую хватит, лишь бы не было густо, как у меня иногда бывает. Сейчас я это помешаю. Ну, я думаю, можно сюда добавить укроп и петрушки. Укроп у нас у нас петрушка замороженная сейчас вместе. Обычно отдельно я в этом году, точнее, в прошлом году осенью морозила отдельно, петрушку отдельно, укроп свойский. Ну, в этот раз косине я постаралась, потому что мой укроп, они стабильно ликвидировались с бабушей. Я думаю, вот такого кусочка вполне хватит. Сейчас мы его аккуратненько долбанем туда. Вот так у меня такой ведьмина месиво такое. Вот, кстати, наш лаврик. С него можно срывать листочки, помыть и засунуть супчик. Ранчон был большой и вообще другой, но это уже заново, оттого, отрощенный. А вообще, я думаю, что вот это можно вместе разогреть в микроволновке. Вообще, тут у мяса куриного я поняла, что даже косточки можно лопать, как в консерве рыбной. Довольно вкусные. Я еще так не пробовала. Сейчас засуну микроволновку и узнаю. Если я выложу это все, значит я выжил. Ну, в общем, вот мой супчик сварился. Вообще, в принципе, я обычно его варю так, ставлю, потом закрываю крышечкой. Оно там упаривается, вся эта овсянка быстрорастворимая, и ее становится довольно много. Мне кажется, я в этот раз все-таки мало положила овсянки. Ну и вот, я пока еще это не ела. Но опять же, если все-таки я доживу, то, соответственно, сошью это видео и постараюсь где-то убрать свой вид сзади. Ну, свой вид сзади и как-нибудь там ускорить или порезать. Я думаю, сюда надо еще черного хлебца отреть, а можно и так ставить. В общем, всем приятного аппетита. Так сказать, видеовлог кулинарный для... Как живет холостяк. Ну, я же все-таки холостяк, да? Хотя я живу бабушкой, но у нас не частично раздельное питание, потому что она, допустим, любит соседки, прочую хрень, а я такой есть не могу. Если вы это осилили до конца, то я очень рада. Ну и до новых встреч, пока!